Добрый спортивный вечер всем, кто включил 11 канал или смотрит трансляцию на нашем сайте или портале полевской24.рф. В прямом эфире программа «Говорит и показывает Полевской». Меня зовут Максим Исаенко и начнем наш эфир традиционно с новостного дайджеста. С начала года на территории Полевского произошло 77 пожаров. По сравнению с 2020 идет рост на 17%. В результате возгораний погиб один человек. Из общего количества пожаров 55 произошло в жилом секторе, 21 в сельской местности. Общий ущерб составил 56 млн 616 128 рублей. В основном причинами возгораний стали неисправная электропроводка 27 случаев, проблемы с печным отоплением 15 случаев. Третье место занимает поджог и неосторожное обращение с огнем по 12 случаев с начала года. В 2021 увеличилось количество возгораний среди автомобилей – 11 пожаров. Для сравнения, в 2020 их было всего 4. Автопарк ГИБДД Полевского пополнили четырьмя новыми патрульными автомобилями в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Инспекторы госавтоинспекции получили в распоряжение «Вест» и «Седан». Все машины оборудовали проблесковыми маячками и радиостанциями. На кузов автомобиля нанесены полицейские ливреи. На данный момент это актуальный вклад в работу ДПС. Сейчас автомобили ждут свои номера и постановки на регистрационный учет. Не позднее 1 декабря 2021 года гражданам необходимо заплатить несколько налогов в зависимости от имущества, которым они владели в 2020 году. Налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог. Налог на имущество нужно заплатить за дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи и машины места, другие объекты капитального строительства. Налог на имущество начисляется только собственником, указанным в документе о собственности на перечисленные объекты. Его размер зависит от кадастровой стоимости объекта налогообложения. Роспотребнадзор продлил действия санитарных правил по работе образовательных организаций в условиях пандемии, в том числе школ и вузов с 2022 до 2024 года. А это значит, за каждым классом в школе должен быть закреплен отдельный кабинет для обучения по всем предметам. Расписание занятий и перемен должно быть составлено так, чтобы минимизировать контакты между учащимися. В школах будут запрещены массовые мероприятия с участием разных классов или групп на указанный срок. В связи с высокой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией и большим объемом проведения профилактических перевивок и вакцинации от ковида, приостанавливается проведение диспансеризации и углубленных диспансеризаций. Команда политехнического лицея «Эрудит» под названием «Радио Буря» прекрасно себя проявила в физических боях. Они участвовали в уральском турнире физиков, который уже 10 лет организуется Уральским федеральным университетом. В этом году команду лицея представляли ученики седьмых классов. Ариадна, Фомина, Данил Лапшин, Ярослав Гущинский, Евгений Епишева. Руководители команды Ольга Почичуева и Вячеслав Серебренников. Всего в турнире участвовало более 50 команд области в разных возрастных категориях. Поздравляем юных физиков и руководителей команды политехнического лицея, заслуженной наградой и желаем дальнейших успехов. Человек года состоится. Уже собрано порядка 20 кандидатур на звание лучшего в ежегодной церемонии, которая по традиции состоится в конце года. И это далеко не финальная цифра. Кандидатуры можно предложить по телефонам. Плюс 7 343 50 357 74 3 29 73. Звоните со среды по пятницу с 9 до 17 часов. Заявки принимаются до 26 ноября. Итак, в прямом эфире программа «Говорит и показывает Полевской». Сегодня мы будем говорить о проблемах спорта в условиях пандемии коронавируса. Впрочем, не только об этом. Присоединяйтесь к нашей беседе, просто позвонив по телефону прямого эфира, который вы видите на экране. 3 51 71. Или можете задать свой вопрос по WhatsApp. Номер также на экране. 8 912 240 15 11. И представлю гостей нашей сегодняшней студии. Это директор муниципального бюджетного учреждения спортивная школа Полевского городского округа Лилия Ивановна Гаврилова. Тренер по футболу спортивной школы Артем Анатольевич Герк. И заслуженный, наконец-то теперь уже официально заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу Алексей Вадимович Спирин. Добрый день, коллеги, друзья. Помимо всего прочего, у нас сегодня будет несколько включений, видеоматериалов. Также, по традиции, мы разыграем приз среди наших зрителей. Сегодня это будет футбольный мяч. Как помните, в последнем спортивном футбольном эфире прямом мы разыгрывали раритетную футболку Северского Трубника. Тогда никто не выиграл, но в будущем мы обязательно ее разыграем. Вопрос, на который вам нужно правильно дать ответ, чтобы получить этот замечательный мяч, звучит следующим образом. Когда было открыто отделение футбола в тогда еще детско-юношеской спортивной школе? Звоните, называйте правильный вариант ответа и выигрывайте этот мяч. Мы непосредственно переходим к обсуждению нашей сегодняшней темы. Лилия Ивановна, наверное, начнем с вас. Расскажите, как вообще спортивная школа пережила вот эту первую, так сказать, пандемию, первую самоизоляцию? Ну, добрый день, уважаемые слушатели. Хочу сказать, конечно, удалось все это нам очень трудно, потому что, конечно, у нас спорт не терпит там какие-то дистанты. Спортом надо заниматься очно, а не дистанционно. Единственное, что у нас отделение шахматы есть, которые могут дети, конечно, задания давали и занимались. Ну, и в любом случае, даже такие виды спорта, как вот китбоксинг, футбол, тренеры, фехтование, давали уроки тренеры по дистанционке. И, ну, то есть, вот как-то мы выжили, сохранили мы контингент занимающихся. То есть, на данный момент, ну, в принципе, у нас около 800 спортсменов занимается на спортивной подготовке. Ну, то есть, вот так вот живем. Сильно ли вообще ударило по подготовке спортсменов, на их результаты? Ну, жалко то, что дети, там даже и постаршие ребятки, они готовились к определенным соревнованиям. Соревнования отменялись. То есть, это вся работа, можно сказать, на смарку. Кто-то там заболел серьезно, получается, совсем не выступает. Поэтому, конечно, много и потери есть у нас. Но, в любом случае, мы продолжаем свою деятельность. Обратимые или уже необратимые потери полевской спорт понес вот из-за пандемии? Ну, нет, так нельзя, наверное, говорить необратимые, конечно. У нас дети растут, поколение за поколением. Поэтому, нет, необратимых нет. Артем Анатольевич, как можете отметить, вот, конкретно на футболистах? Сильно сказалось? Да, если честно, на старшем возрасте нет. Мы постоянно на улице, как бы, нас зал не держал. Мы спокойно на свежем воздухе у нас. Поэтому, может, так и удачно и сыграли, что мы без пауз. Год целый практически. Вот и все так. А по маленьким, да, конечно, у нас залы закрывались. Соревнования переносились. То есть, были вообще разрывы очень хорошие для них, что плохо сказалось на маленьких. Ну, когда вот летом, в том году высадили всех, потом в какой форме подошли? Да, конечно, да, все в разные. Если честно, приезжаешь на соревнования и смотришь, и все разные вообще прям. Ну, падает уровень, честно падает. Так-то у нас в русской области футбол падает уровень, как бы, я не знаю, за счет чего. Ну, а детские тем более, мне кажется. Еще тем более пандемия сказывается так сильно на нас. На командных видах, наверное, сильнее всего сказалось. Ну, конечно. Ну, я говорю, вот старшие у меня еще как-то они прошли ровненько. То есть, нас не закрывали, ничего такого не было. Мы в ту всю зиму область проиграли на снегу. Сейчас вот с мая по ноябре, да, почти 23-го закончили. Без перерывов практически. Вот у них хорошо все. С маленькими проблема большая. Алексей, по кикбоксингу, как можешь отметить, сильно сказалось? По тренировкам, по результатам тоже переносились соревнования. Когда готовишься к соревнованиям, потом они переносятся. Как-то и психологически себя труднее настраивать приходится. Да, 2020 год у нас полсезона, можно сказать, выпало. Международных стартов совсем не было, все поотменяли. Вот весной мы готовились, прошли отбор на чемпионат России. Готовились в Свердловскую область, УРФО. Уже должны были через неделю ехать на сборы перед чемпионатом России. Нам сказали, что чемпионат России переносится. Вот, потом сказали, будет в июне. Опять начали готовиться. Опять нам говорят, что все отменили. Потом в августе точно такая же история. И вот в сентябре, наконец-то, мы провели этот турнир чемпионат России. Было непривычно, потому что в сентябре никогда стартов особо таких, тем более, ответственных не было, как чемпионат России. Но ничего, мы справились, подготовились, поехали, показали неплохой результат. У кого-то, может, были мысли раз переноситься? Готовился столько времени, может, завязать или как-то бросить вид спорта? Я думаю, наоборот, подбадривало то, что пройти через все это, показать, что ничто нас не сломает и все равно показать, что мы лучшие. Спасибо. Лилия Ивановна, сейчас, как можете отметить, ваше спортивное учреждение полностью отвечает всем новым нормативам, требованиям? Да, мы с 2019 года на спортподготовке. Конечно, все отделения работают успешно. Хочу сказать, что в соревнованиях не только регионального, всероссийского, но и международного уровня показываем результаты, выполняем разрядные нормативы. В этом году мы наработали, получается, четыре кандидата в мастера спорта и два мастера спорта по кикбоксингу. Так, Алексей Владимирович? То есть, несмотря на такие тяжелые условия, результаты хорошие все равно плеча не показывают? Да, да, да. Понятно, что пандемию очень тяжело, конечно, пришлось командным видам спорта. Такие виды индивидуальные, как лыжные гонки, биатлона, легкая атлетика. Тренировались, допустим, в лесу. То есть, один спортсмен приходит, тренер занимается, через некоторое время приходит второй, вот так по одному, то есть дистанционно. То есть, вот так вот занимались. Поэтому так, наверное, и выжили. Как раз про одни из последних соревнований. Как раз с 5 по 7 ноября в спортивной школе проходили традиционный всероссийский турнир по фехтованию в памяти тренера Виктора Турсуновича Хашимова. Наша съемочная группа, конечно же, побывала на этом мероприятии. Давайте посмотрим видеоотчет. Даже в такую непростую ковидную эпоху традиционные всероссийские соревнования по фехтованию на рапирах в памяти тренера Виктора Турсуновича Хашимова состоялись. Конечно, с соблюдением всех необходимых в наше время атрибутов, как масочный режим и обязательное наличие QR-кодов. Мы до последнего не знали, проведем мы или нет. И очень приятно, что все-таки все регионы, кто заявился, приехали. Вдвойне приятно, что приехали даже члены сборной России из Нижнего Новгорода на наш турнир. Безоговорочным фаворитом считалась команда спортивной школы Олимпийского резерва Нижегородской области. Борьбу им должны были навязать сильные сборные Тюмени и Норильска, но и местную команду сбрасывать со счетов было бы несправедливо. Виктор Турсунович, как говорится, тренер от бога. Таких тренеров по России становится все меньше и меньше. Но тем не менее, то, что он создал, открыл здесь, и в каком уровне, то есть у вас беззаслуженные мастера спорта, у вас и чемпионы мира были. То есть такого, конечно, создать в таком небольшом городе, это, конечно, дорогого стоит. Нижегородцы не впервые в Полевском. В феврале этого года они уже принимали участие во всероссийском турнире на призы заслуженного мастера спорта Юлии Хакимовой. И выступили тогда весьма успешно. Мы приезжаем, как говорится, каждый раз. Можно быть сегодня фаворитом, а завтра каждый достоин здесь победы, выиграть. И ребята из Свердловской области сильные есть. И есть, как говорится, из Оренбургской области приехали ребята. То есть довольно-таки достойные соперники. А победит сильнейший. Соревнования проводились в двух возрастных группах. Среди детей и среди кадетов. И уже в первый же день в младшей возрастной группе у полевчан «Бронза» успеха добилась Илона Девятого. Вообще, как признаются полевчане, дома всегда выступают с особым трепетом. Так как они проходят дома, конечно, фехтовать вам гораздо увереннее. Потому что фехтешь своих родных стенок. Тебе более комфортно фехтовать. Ты более настроен на эти соревнования. Чувствую себя увереннее. Потому что свой зал, свой пол, как бы все свое. Сегодня как ожидаете выступить? Потому что сильные команды, знаю, из Нижнего Новгорода, с Оренбурга приехали. Как свои силы считаете? Мы, конечно, хотим попасть в призы. Но пульку так себе, конечно, сейчас оцептовали. Но мы дальше настроены. Чувствуем себя более увереннее, чем на других соревнованиях. Думаем, что сегодня выступим лучше. Михаил Глушков и Тимофей Банников выступают в одной категории. Поэтому часто приходится фехтовать друг против друга. Признаются, что поединки всегда проходят в равной борьбе. И заранее неизвестно, кто в итоге победит. На дорожке друзей нет. На дорожке каждый сам для себя. В итоге ребята в личном зачете особых успехов не снискали, заняв седьмое и восьмое места. Справедливости ради отметим, что уступили они лишь представителям Нижнего Новгорода и Оренбурга. А в командном первенстве сборной в составе Михаила Глушкова, Тимофея Банникова и Ивана Маланина буквально одного укола не хватило в битве за бронзовые медали. А вот Илона Девятого в составе сборной Нижегородской области и Полевского сумела завоевать золотую медаль. Лилия Ивановна, Вы непосредственно присутствовали на соревнованиях. Поделитесь впечатлениями, что гости говорили об этих ограничениях, об организации в этих условиях. Действительно, Клавдия Александровна сказала, что до последнего момента не знали, проведем или не проведем. Но огромное спасибо у нас Минспорту Свердловской области. То есть они выпустили рекомендации, что какие соревнования всероссийские, региональные запланированы, то проводим с соблюдением требований Роспотребнадзора. Поэтому у нас это мероприятие прошло в закрытом режиме. Участники, тренеры все проходили по списку. То есть дети проходили с ПЦР-тестом, а взрослые тренеры с QR. То есть никого не пускали. Вы тоже, наверное, прошли по QR-коду. В общем-то приехало 8 регионов, участников было где-то свыше 150 человек. Конечно, все довольны, хоть выехали. Но единственное, жалко то, что не приехала Казань. Там еще несколько регионов сильных не приехало. Но тем не менее Нижний Новгород создал, видите, какой ажиотаж. Второй раз приезжают, второй раз. Ну, они знают, куда ехать, где можно выиграть. Потому что у нас в Свердловской области фехтование, он олимпийский вид спорта, но он не базовый для Свердловской области. Если бы не Полевской, наверное, вообще бы Свердловская область не гремела. Да, он недостаточно, конечно, в области развивается. Получается, две школы работают в Екатеринбурге, у нас школа и в Заречном. То есть вот и все. Это по сравнению с лыжными гонками, футболом, что в каждой деревне, в каждом поселке есть, пусть не спортивная школа, но есть секция какая-то, дети выступают. То есть вот так вот. Но в любом случае это не умаляет достоинства наших спортсменов. Поэтому все сказали большое спасибо, приедут к нам еще. Насколько сложнее стало сейчас проводить мероприятие? Дополнительные силы же, охрану тоже привлекать нужно. Конечно, и охрана у нас была. Во-первых, надо антитеррористическая защищенность объекта, нужно это все проверить. И, конечно, такой момент, что не было зрителей, конечно, да. Даже местные у нас бы пришли. Без них совсем по-другому соревнования сходятся. Да, 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 конечно. Тот же футбол, да, играют, как говорится, для зрителей, а сейчас пустые... Дети друг за друга болели, но получается, все равно, если приехали бы родители, там друзья, конечно, это было совсем... Тем более, вот у нас футбол тоже, тоже так, конечно, без зрителей скучновато. Но, тем не менее, все равно... Коронавирусные тучи сгущаются, меры уже зачаются, и мы стоим на пороге, наверное, не дай бог, конечно, нового локдауна. Что-то подобное мы уже проходили в прошлом году, и сразу вот опрос для наших зрителей. Продолжали ли вы заниматься спортом во время самоизоляции? Если да, тренировались дома, звоните по номеру телефона 351-01. Если нет, не было такой возможности, ваш номер телефона 351-11. Или вообще не занимаетесь спортом, тогда звоните 351-33. Ну, я думаю, такие люди, наверное, нас сегодня не смотрят. Ну, сейчас мы это и узнаем по голосованию. Так, у нас уже поступили первые вопросы по WhatsApp. Наверное, Лилия Ивановна, к вам. Как вы принимаете детей в спортивную школу? Нужны ли какие-то анализы, чтобы понять, годен ли ребенок занятий спортом? Ну, обычно у нас учебный год в спортивной школе или тренировочный год начинается с 1 октября. То есть в октябре, конец сентября мы анализируем, делаем по отделениям анализ, сколько человек мы можем принять еще, в какие группы. Ну, и начальная подготовка. Дети должны, родители, написать заявление. Выставляем на сайте. Либо у нас тренеры и заместитель директора по спортподготовке выставляют списки, сколько можем мы принять детей. То есть родители пишут заявление и обязательно медицинская справка. От терапевта или как? От педиатра. Мы непосредственно у тренеров спросим, Артем Анатольевич, как сейчас ажиотаж вокруг футбола? Не утихает? Да, нет, конечно. После чемпионата мира, наверное, всплеск был, а сейчас как? Да, постоянно очень много идет, идет народу. Мы уж с Ливаном не знаем, что делать, куда их девать даже. Некуда. По физическому состоянию ребят что можно сказать? Да, в принципе, нет жалоб на них. Все здоровые, ребята хорошие. Просто очень много их. Даже не знаем, как отбирать уже. Но группы переполнены полностью. Ну и отказывать не хочется, с другой стороны? Ну да. Потому что откажешь, а там вдруг перспективный Роналду новый вырастет. Ну вот и группы получаются. У нас по 25 бывает и по 30 человек. Да, в футболе там совсем у нас. Алексей, как в кикбоксинге с этим? Тоже ребята хотят заниматься, приходят. Не все, правда, остаются. Ну, все равно кикбоксинг не для каждого вид спорта. Кому-то нравится, кому-то нет. Но у ребятишек каждый год новых появляется достаточно много. Спасибо. Я повторю, что у нас сегодня розыгрыш проходит мяча от спортивной школы. Вопрос, на который вы правильно ответив, можете получить этот мяч. Когда было открыто отделение футбола в тогда еще детской, юношеской спортивной школе? Телефон 35171, звоните, отвечайте, и, может быть, вы станете обладателем этого футбольного мяча. Мы перейдем к следующему вопросу. Артем Анатольевич, к футболу. В этом году ваша футбольная команда 4-5 годов рождения выиграла первенство области. Расскажите, как шли к этому, какие эмоции после этого были? Ну, я повторюсь, мы это год назад начали реализовывать с Лилии Ивановым вместе. Я попросил, чтобы ребята в зимний чемпионат области поиграли. Там мы играли совсем года на 2-3, у нас старше ребята были. Мы там как сыграли, насколько я помню, из 12-8 всего были. А летом все те же команды, плюс еще 6 добавилось, вот и результат пришел. Ну, ребята молодцы, просто как бы очень ровно сезон провели. Но был золотой матч, насколько я знаю, да, с Режом, одинаковый отличный шков. В Екатеринбурге играли, к перерыву, даже к 30-й, по-моему, минуте 0-2 горели. После первого тайма мы 2-0 проигрывали, потом поговорили с ребятами, сделали выводы. Ребята, да и все, молодцы, собрались. Это все-таки вы смогли переломить или так командовать? Ну, в общем, у нас как бы коллектив очень хороший. То есть, мы просто, это, победа еще намного приятнее с 0-2 выиграть 3-2, стать чемпионами, это вдвойне, наверное. Егор Зайнов 2 гола забил. Да, Егор Зайнов победные голы забил в этом матче. И он как бы лучший бомбардер нашей команды по чемпионату всему. Один из лучших игроков команды за весь сезон. Ну, может быть, в будущем и в Северском Трубнике заиграет? Да, дай бог, но это не нам решать уже. Алексей, перейдем туда к тебе уже. Получил долгожданного, заслуженного мастера спорта. Сколько ждал, вот если посчитать, с 2019 года, когда чемпионат мира выиграл? Да, выиграл в 2019 году. Опять же, вот из-за пандемии все затянулось, все было закрыто. Плюс, ну, долго собирали документы, пакет документов, потому что нужно за все года, что ездил в чемпионаты мира, чемпионаты Европы, поднять все списки, все архивы, все собрать, отправить. Плюс, когда отправили, еще, наверное, год ждали присвоения, пока выйдет приказ. И вот в итоге два года с чемпионатом мира. То есть, как мы все время путаниц, такая была официальная, нельзя было тебя представлять заслуженный мастером спорта, пока приказ не вышел? Ну, документа же не было официального, как бы. Хотя все выполнилось, все нормативы. Да, все, баллы были набраны, все нормативы. Все нормативы выполнены. Раз уже начали говорить о условиях пандемии, расскажи, с какими ты конкретно трудностями столкнулся при подготовке, допустим, к чемпионату мира Европы, России? Так, чемпионат мира был в девятнадцатом году. Вот в этом, получается? До пандемии, до пандемии. Нет, вот в двадцать первом году готовился, понятно, травму у тебя не поехал, как что-то, проблемы какие-то были? Ну, в двадцать первый год, как бы, уже прошел более спокойно, у нас все было понакатанно, в январе, в феврале мы съездили на чемпионат области, потом УРФО, в апреле месяце мы съездили в Якутию на чемпионат России, там отобрались на чемпионат мира. В девятый раз ты выиграл чемпионат России? Костин на левой ноге и не смог поехать на чемпионат мира. Можно ли говорить, что как раз травма вследствие того, что двадцатый год скомканный был и не полностью готовился? Да нет, конечно. В пандемии не сказалось? Нет, это спорт, всякое бывает, тем более это единоборство, как бы тут все могло случиться намного раньше, любая травма, как бы. Тяжело потом следить по телевизору, допустим, заступлением своих коллег, своих друзей, может быть, по сборной, когда сам не участвуешь? Ну, тяжело, не тяжело, но переживал за ребят, смотрел трансляции, за всех болел. Вот, много чемпионов из моих друзей, кто стал чемпионами, за всех радовался, всем позвонил, всех поздравил, как бы, все нормально. Сейчас какие ближайшие планы, может быть, тренерская карьера, еще что-то? Да, есть огромное желание начать тренировать, передать свой опыт молодым ребятам, вот, как-то так. Но то, что кикбоксинг, наконец-то, включен в олимпийскую программу, нет желания все-таки дотерпеть еще и поучаствовать, стать олимпийским чемпионом? Ну, думаю, нет, когда это еще все произойдет, это только планируется на 2028 год, это семь лет, это очень много, ну, для спорта, держать себя в форме. Как бы, мне уже не 20 лет, тяжело. Хорошо, спасибо. У нас есть снова вопросы по WhatsApp. Вот спрашивают, секции в спортивной школе бесплатные? Да, бесплатно. Так, еще вопрос, открыли бассейн после ремонта? Открыли. Справка от врача? Да. А, и вот у нас как раз есть звоночек. Здравствуйте, представляйтесь, задавайте свой вопрос, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Алло, это прямой эфир? Да, да. Здравствуйте. Хотелось бы получить мячик, попробую угадать. Так, давайте. Футбольная школа была образована в 79-м году. Так, а отделение? В каком месяце? Нет, а это футбольная школа была образована, а отделение футбола в каком году было открыто? Так, ну, наверное, 85-й, 87-й. Нет, нет, ошиблись, ошиблись. У меня вопрос еще будет. Давайте. Скажите, пожалуйста, вот сидят люди, связанные с спортом, может быть, дадут какой-то совет, как восстановить легкие после ковида? И вообще интересно, болеют ли спортсмены вот этим вирусом, который сегодня есть? Спасибо. И всем здоровья. Спасибо. Кто начнет? Ну, давайте я скажу. Вот. Конечно, у нас и спортсмены, и тренеры проболели. Не все, конечно, но многие. Ну, не в тяжелой, надеюсь, форме? Как прошло? Ну, тренер один болел в тяжелой форме. Ну, там есть побочные у него заболевания, поэтому так получилось. Вот. Ну, а восстановление надо делать дыхательную гимнастику. Надо ходить пешком, ходить с палками и делать гимнастику. Это будет хорошо развивать легкие. Что-то от себя добавить? Побольше времени проводить на свежем воздухе, на природе. Не сидеть в квартире, в замком пространстве. Думаю, все. Артем Анатольевич, я оглушаю. Ну, у вас и так тренировки и игры практически все на свежем воздухе, поэтому, наверное, с этим проблем вообще не бывает. И вот как раз если подводить, как защитить себя от коронавируса или как восстановиться, у нас есть ролик от тренера Сергея Корнаева, полевчанина, который поделится с нами, с нашими зрителями, своими секретами, как восстановиться и как держать себя в хорошей форме, даже находясь на самоизоляции. Давайте посмотрим. Категорически приветствую зрителей 11 канала. Вещает Сергей Корнаев, создатель, идейный вдохновитель спортивного движения Полевской взвод. Ну и в частности еще тренер индивидуальных и групповых программ. Сегодня я хочу с вами поделиться своими мыслями, наблюдениями, а также лайфхаками всего того, как я поддерживаю не только себя, но и своих подопечных, своих друзей. И в принципе людей, которые на меня подписаны в социальных сетях, в достаточно хорошей физической форме, несмотря на то, что вокруг нас создается какая-то, не знаю, там, ситуация с закрытием, не знаю, фитнес-клубов, залов, там, торговых центров и так далее. На самом деле все это не важно, если у вас есть желание оставаться, скажем так, в ресурсе. Так вот, в ресурсе оставаться достаточно просто. Не надо изобретать какой-то велосипед, можно всего лишь за счет нескольких инструментов и за счет нескольких действий ежедневных, причем я подчеркну, именно ежедневных, и вы будете чувствовать себя просто прекрасно на протяжении 365 дней в году. Еще в 2020 году, когда начиналась эта ситуация с коронавирусом, когда только-только ввели полнейший локдаун, когда вообще все было закрыто и люди не знали, как себя вести, мы начали ходить пешком. Да, я знаю, что тогда еще как-то поговаривали на тему того, что, мол, нельзя, надо сидеть дома и так далее. Мы нашли решение, мы выходили в 5 утра из дома, просто в 5 утра, там в 6.30, там в 5, в 6 утра, когда как. Так, мы просто выходили и гуляли утром, соответственно, мы гуляли час-полтора и находили возможность вечером где-нибудь еще часик. Соответственно, проблем у нас с этим не возникало, тем самым создавался тот самый пул энергии, который, знаете, вас вдохновляет, который в течение дня, даже если вы начинаете этот день правильно с такой активности, то автоматически этот день, он проходит совсем по-другому, он получается намного продуктивнее, чем если бы вы просто позалипали в телефон, позалипали в комп, повтыкали в социальных сетях. Вот, и поэтому, благодаря вот такому вот началу утра и его завершению, у вас всегда сохраняется такой большой, вот этот, как я называю его, пул энергии, который вас двигает вперед. Далее, на прошлый карантин 2020 года мы ввели класс онлайн-тренировок, мы его ежедневно ввели 5-6 тренировок в неделю. В этот онлайн-класс у нас зашло порядка 100 человек, не только из Полевского, Екатеринбург, область, несколько человек у нас даже были из Москвы, несколько человек были из других городов, вот. То есть такая география участников была широкая, и самое главное, каждое утро в 7 утра, или в 8, не суть, не помню точно, мы выходили в прямой эфир в Инстаграме, тренировка сохранялась на протяжении часа, и вот так вот, ой, целого часа, я говорю, целого дня, и вот так вот участники день ото дня тренировались вместе с нами каждый день. Каждый день были разные тренировки, каждый день мы брали и прокачивали какие-то свои определенные мышечные группы. То есть сегодня у нас была, например, тренировка на ноги, завтра у нас тренировка функциональная, работа собственным телом. Послезавтра тренировка мышц кора, и вот так вот 5-6 тренировок в неделю. И вот таким форматом мы проработали практически 12 недель у нас получилось работы, и 3 месяца нам удалось собрать какую-то нереальную, крутую команду участников с большой достаточно географией. И тем самым мы просто доказали о том, что даже не нужны какие-то фитнес-клубы, залы и тому прочим, если у тебя есть простое элементарное желание заниматься. Вот. Вот уже два инструмента. Вот сейчас, когда вся эта катавасия велась с QR-кодами, когда вся эта ситуация появилась вместе с закрытием торговых центров вновь, ничего страшного, каждое свое утро я начинаю с прогулки. Вот сейчас, когда только-только город просыпается, я уже выхожу, наматываю свои 10-12 тысяч шагов, но я сразу хочу сказать о том, что не надо привязываться к количеству шагов. Вот. Не зацикливайтесь на количестве, зацикливайтесь именно на качестве. Соответственно, если вам комфортно ходить час, либо у вас нету времени достаточно много, вы вообще можете спокойно делить свое кардио на, не знаю, там, две прогулки по 45 минут. Вот. Поэтому самая главная основа – это движение. Если вы двигаетесь, вы остаетесь в ресурсе. Если вы засиживаетесь дома, как правило, особенно если вы именно сидите за компьютером, за ноутбуком, не знаю, там, то, как правило, начинаются проблемы со спиной, с коленями, и люди все равно через некоторое время приходят к тому, что двигаться все-таки нужно. Поэтому вот так, такие очень простые решения. В самое ближайшее время у нас снова возобновляются онлайн-тренировки. Первый поток мы недавно уже отвели. Вот. Соответственно, через недельку мы снова начинаем. Поэтому приглашаю всех в наши онлайн-классы, приглашаю вместе с нами заниматься в любом удобном для вас месте, будь то, я не знаю, квартира, парт, да хоть где, не важно на самом деле. Важно лишь иметь просто телефон и желание. Желание меняться, изменяться и поддерживать себя в хорошей физической форме. Так что вот, желаю всем удачи, крепкого здоровья. Самое главное – настраивайте себя так, чтобы, не знаю, чтобы у вас всегда была вот эта вот энергия, которой вы можете поделиться со своими близкими и со своим окружением. Именно эта энергия вдохновляет и заряжает людей вокруг. Желаю всем удачи, хорошего настроения. До встречи. Пока. Ну вот, друзья, наверное, согласитесь с Сергеем, что все так и есть. Как раз сейчас, пока смотрели сюжет, обсуждали, что Лилия Ивановна рассказывала, как в выходные сама хотела сходить на лыжную базу. Расскажите, как, что прошло там? Ну что, выходной день, с утра пораньше, точно так же. Беру палки и пошли на лыжную базу. Там есть круг прогулочный, есть роллерная трасса, где асфальт, а где без асфальта, просто там тренировочный круг. Там можно пойти пешком, там можно кросс побегать, с палками походить. То есть, ну вот так. Раз снега нет, поэтому идем пешком. То есть, заряд, правда, бодрости на весь день. И чувствуешь себя человеком, потому что на работе что сидим с компьютером, и действительно проблемы начинаются. Как раз вопрос у нас, Лилия Ивановна. Вы очень хорошо выглядите, благодаря спорту. Сколько вы в спорте и что вам ближе? Ну, мне, конечно, ближе лыжные гонки. Поэтому, да, с детства занималась. И всю жизнь, и долго, и за завод бегала, и за город. То есть, ну и сейчас, правда, времени мало сейчас. Но в любом случае, выходные стараюсь каждый день выйти. Ну, сейчас как раз тоже вопрос. Ну, снега нет, но люди все-таки интересуются, когда откроются лыжные базы. Ну, как только покров будет, так и откроют. Потому что сейчас ведь на чем кататься? Снега очень мало. Лыжи все, ну, как бы испортятся. Ведь там об камне, об корне. Поэтому, ну, ждите, выпадет снег. Ну, снега нет, берите палки, идите в лес. Ну, как раз все условия есть. Сейчас тоже вспоминали, что у нас и в Дендрарии построили прекрасную дорожку. Алексей рассказывал, тоже гуляет у себя там. И в Березовой роще есть. Все условия есть погулять. Да, конечно. Главное желание, чтобы было у людей погулять хоть где можно. Как раз напомню наше голосование, наш вопрос. Продолжали ли вы заниматься спортом во время самоизоляции? Первый вариант, да, тренировались дома. 3.51.01. Нет, не было возможности 3.51.11, пока эти два варианта одинаковое количество набрали по 40%. И вообще не занимались спортом. 3.51.33, все-таки такие люди и нас смотрят, и их 20% голосов. И повторю вопрос, все-таки хочется разыграть этот прекрасный мячик. Когда было открыто отделение футбола? Не когда была открыта спортивная школа, а именно отделение футбола в спортивной школе было открыто. Тогда еще в детской, юношеской. Звоните 3.51.11, ой, 3.51.71. Вопросы можете еще задавать по WhatsApp. WhatsApp 8-912-240-15-11. И переходим дальше. Уж кто-кто, а горные гиды, казалось бы, в пандемию должны чувствовать себя лучше всех, если, конечно, успели выехать в горы свои любимые. Но даже они столкнулись с определенными трудностями в это непростое время. Давайте узнаем о проблемах горных гидов, что говорится, из первых уст. Давайте посмотрим. Всем привет. Меня зовут Хамов Роман. Я уроженец города Полевского и по совместительству горный гид. То есть ввожу людей в горы. И сейчас хочу рассказать о том, как мы справляемся со своей работой в условиях пандемии, коронавируса и всех вот этих вот штук, в котором живет весь мир. Значит, в этом году, в 2021, если сравнить с 2020, когда была первая волна, самая основная, все гораздо проще. То есть туры на Эльбрус, на Кавказе, на Казбек, на Белуху, на Алтае, на Камчатку. Это все без проблем мы организовывали, ездили, перемещались по стране, летали на самолетах, ездили на машине, на поездах, находились в городах. И все относительно нормально. Как это повлияло на людей, я думаю, что никак. То есть перемещение по стране, нахождение в горах людям абсолютно никак не мешало, поэтому люди ехали в горы, и все у них было хорошо. Другая ситуация с выездом за границу. То есть, находясь в Турции, для того, чтобы поехать в Турцию, нужен был либо ПЦР-тест, либо сертификат об вакцинации, либо QR-код. И таким образом, для того, чтобы посетить Турцию, где у нас был тур, нам нужно было делать несколько ПЦР-тестов при въезде в страну, при выезде, при возвращении в Россию. Ну, понятное дело, ношение масок, правила определенные в этой стране. Что касается Грузии, куда у нас должны были быть туры, нам их пришлось отменить. В принципе, поехать в страну можно, но только авиасообщением. Там прямых рейсов из России, из Москвы, в Тбилиси нету, поэтому нужно лететь через Армению, через Гюмри. Это дорого, это надо делать в каждой стране ПЦР-тесты, там, спустя 72 часа при нахождении в Грузии. Поэтому мы заменили туры на Казбек со стороны Грузии на Казбек со стороны Северной Осетии, которая у нас находится в России. Остальные туры, такие как в Непал, во Францию, в Швейцарию, какие там еще, я сейчас не вспомню, нам пришлось отменить и перенести на неопределенный срок, потому что границы закрыты, визу получить невозможно. Вот, если сравнить с прошлым годом, то все гораздо проще. В прошлом году нам пришлось отменить даже российские туры, курорты были закрыты, передвижение по стране было закреплено, то есть летать на самолете было где-то нельзя, где-то с ограничениями и так далее. Что касается текущего локдауна с 1, там, с 30 октября по 7 ноября, мы находились на полуострове Крым и в целом никаких трудностей не испытывали. То есть, если тебе не нужно идти в ресторан покушать, то спокойно ходишь в продуктовый магазин, закупаешь продукты, живешь. Если же ты хочешь жить в официальном отеле, питаться в ресторане, то нужно иметь QR-код, который говорит о том, что у тебя есть прививка, вакцина, либо ПЦР-тест. Если жить на съеме, если не ходить в рестораны, то все в целом норм. Сейчас передвигаемся с Крыма в сторону Екатеринбурга, Полевского и никаких вообще абсолютно проблем не испытываем. Что касается следующего года, то есть наученные опытом 20-21 года мы сделали план А. Например, 1-8 октября мы собрались на Монглан во Францию, но если этот тур не состоится, то мы пойдем на Казбек со стороны России. И туда-то уж мы попасть сможем. Поэтому на каждый тур, который под вопросом, у нас есть план Б. И этот тур мы будем предлагать своим туристам и сами поедем туда. Что хочется сказать жителям Полевского. Будьте здоровы, кушайте здоровую пищу, ходите в горы, путешествуйте, и все у вас будет хорошо. Полевскому привет! Вот такой позитивный Роман Хамов, горный гид. В прошлом году самоизоляция его застала у подноша Элли Бруса. Все равно он пытался восхождение совершить, но там его что-то развернули, не получилось. В этом году, вот видите, какие у него планы тоже наполеоновские. Давайте продолжим. Лилия Ивановна, вот не дай бог все-таки снова уже сочинение мер. Готовы к новой самоизоляции? Что будете делать? Нет, ну я верю президенту, он рассказал, не будет локдауна. Поэтому и Министерство спорта нас поддерживает, сказали, чтобы тренировочный этап, группы, которые уже готовятся к более высоким соревнованиям и к разглядам, то есть они в любом случае будем готовиться, хотя бы в закрытом режиме. Потому что у нас более 90% тренеров все привиты, имеют QR-коды. То есть, ну как, немножко, ну мы не боимся. По соревнованиям все в плане, все, ничего не отменяется? Пока, да. Через неделю будет у нас тоже первенство области по тайскому боксу, памяти Смышляева, Олега Валентиновича, нашего тренера. Ну, надеемся, что ничего не отменят. Тоже пройдем в закрытом режиме. У нас есть звоночек. Здравствуйте, представляйтесь, задавайте свой вопрос. Вы в прямом эфире. Говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Николай, у меня вопрос к Лиле Ивановне. Лиля Ивановна, скажите, пожалуйста, будут ли у нас открыты новые виды спорта в спортивной школе? Спасибо. Может быть, сразу угадаете правильный ответ на вопрос, в каком году было открыто отделение футбола в спортивной школе? Ну, я думаю, в 93-м году, как только, переехало в новое здание. Очень близко, но, увы, нет. Спасибо за вопрос. Ну, хочу ответить, конечно, вопрос. Я бы с удовольствием еще какие-то отделения можно открыть. Допустим, все хотят заниматься художественной гимнастикой, хотят заниматься фигурным катанием, потому что ездит в СКА Курганово. Но дело в том, что у нас школа переполнена, 12 отделений. Нам, вот, для футболистов, у нас в отделении футбола занимается 180 человек. То есть, вот, сейчас холодное время года. Ладно, вот со старшими Артем Анатольевич занимается на улице в основном, вот, а маленьким надо зал. Вот. У нас нет футбольного манежа, у нас нет легкоатлетического манежа, потому что школа номер 4, они в основном занимаются две смены, тоже, получается, они мало нам могут уделить. Вот. Не хватает у нас ресурса. А так, конечно, с удовольствием какие-то отделения можно было открыть. Тем же волейболистом, знаю, вот, Ирина Анатольевна, в 17-й школе тренировки проводит. Да, 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 да. Ну, вот, сейчас пытаемся, вот, тоже волейбол мальчишек, тоже группу открыть. Посмотрим, как будет, вот, с пандемией. Если не помешает, то откроем, чтобы и мальчики, и девочки были у нас в волейбол. Вот. Ну, так, конечно. Спасибо. У нас снова, я так понимаю, звоночек. Здравствуйте, представляйте, задавайте свой вопрос. Здравствуйте, меня зовут Клавдия, я тренер считывания и очень хочу выиграть мяч. Ну, отвечайте на вопрос тогда, в каком году было открыто отделение футбола в детской, юношеской спортивной школе? В 92-м году. Все верно, вы выиграли мяч, оставайтесь на линии, не кладите трубочку, модератор наш запишет ваш контакт, и вы его получите. Может, какой-то еще вопрос у вас есть? Ну, уже, наверное, все. Спасибо, вот, все-таки мяч мы разыграли. Первый, блин, у нас... И наши сотрудники. Да. Давайте продолжим. На этой позитивной ноте мы, наверное, прервемся на небольшую рекламу. Шок-цена в Галамарте! Только 11 и 12 ноября. Аккумуляторная дрель «Шуруповерт» всего за 899 рублей. Это гала-гала-гала-гала-гала март. Ах, со скидками вдвойне уютно. В мебель-маркете 33 комода. Например, функциональный шкаф-купе с зеркалом, штангой и полками всего за 15 810 рублей. Полевской, улица Свердлова, 10А. Почему ранняя диагностика – это важно? В любом деле главное время. Чем раньше отойдешь проблему, тем больше шансов ее устранить. Проявите заботу о своем здоровье. Пройдите раннюю диагностику организма уже сегодня. КОНЕЦ Для тех, кто нам только что присоединился, напоминаем, что мы в прямом эфире. Программа «Говорит и показывает Полевской». И сегодня мы обсуждаем проблемы развития спорта в условиях пандемии коронавируса. Следующий вопрос, может быть, такой. Назовете самые безопасные виды спорта в период пандемии. Есть ли такие? Вот я в одном из сюжетов про фехтование как раз говорил, что это, наверное, самые приспособленные к пандемии. В масках дистанцию соблюдают, при нарушении которой соперник будет заколот. Ну, я думаю, шахматы. Шахматы? Конечно. Там можно дистанционно играть, онлайн. Конечно, в метре сидеть. Ну, или вообще по интернету. Да, можно. Да, технически может виды спорта. Да нет. Они же по одному ездят. Тоже в шлемах опять же. Нет. Так, Алексей, как считаешь, кикбоксинг там тоже близко не подойдешь, сразу ногой может... Да нет, виртуальный спорт. Киберспорт. Да, киберспорт. Сам не играешь? Каждый сидит дома. Это так иногда. Ну, и все-таки по спортсменам, особенно, вот мы уже говорили, по командным видам спорта, очень сильно ударила пандемия, взаимозаляция. Конечно, большинство спортсменов продолжали поддерживать свои форумы в домашних условиях, и даже на телевидении нам пришлось маленько изменить формат овертайма программы, который выходил с хэштегом «тренинг дома». Алексей тоже поучаствовал, записал для нашей программы тогда видео. Давайте посмотрим одно из таких, кстати, видео, которое специально для овертайма в то время записал мой коллега Дмитрий Изыгагин. Оно будет полезно, думаю, сейчас, даже если не в пандемию, а просто для людей, которые ведут сидячий образ жизни или работают сидя. Давайте посмотрим. Всем привет, меня зовут Дима, а вот это вот мое постоянное место обитания. С недавних пор мне, как и многим другим, пришлось сидеть на карантине, и, разумеется, работа тоже стала удаленной. Из-за этого постоянно приходится сидеть за компьютером и сидеть именно на кресле, из-за этого постоянно болит спина. Поэтому сегодня я покажу вам пару упражнений, которые помогут облегчить боль спине. И для начала нужно просто растянуть мышцы спины. Для этого нам нужны самые обыкновенные наклоны. Но если делать их просто так, то мы почувствуем, что растягиваются именно мышцы ног. Для того, чтобы растянуть мышцы спины, мы представляем, что мы начинаем обнимать большой-большой шар. И делаем это вот так. В этот момент спина должна как можно больше округлиться. И именно в таком положении больше всего растягиваются мышцы спины. Для следующего упражнения нам понадобится спортивный коврик, а если нет ниво, то можно делать его на обычном ковре. Мышцы мы растянули, но они все еще сжаты. Для того, чтобы их разжать и расслабить, мы просто покатаемся на спине. Для этого сворачиваемся вот так калачиком и начинаем кататься туда и обратно. Кататься на самом позвоночнике не стоит. Лучше кататься на подбеих мышцах, которые идут по бокам. Поэтому можно даже не кататься так, как показал я, а делать по катанию на каждую сторону. На одну и на вторую. После этого упражнения вы точно почувствуете, что мышцы начинают приходить в былой тонус. А следующее упражнение для тех, у кого особенно сильно болит поясница. Мы ложимся вот в такое положение, руки в стороны и начинаем коленями делать вот такие движения в стороны. При этом стараемся, чтобы лопатки были максимально прижаты к полу. Именно тогда растяжка почувствуется на пояснице. Ну и не забываем про общее упражнение. Я, например, очень люблю отжимания. Но если отжиматься вот в таком положении, у меня сильно болит запястье руки. Поэтому я попросту отжимаюсь на кулачках. Советую вам. Если делать такие упражнения несколько раз в день, в перерывах между работой, то спина начнет болеть намного реже. Всем здоровья! Пока смотрели это видео, Лили Ивановна рассказала, эти упражнения подходят и для дыхательной системы, и для легких. Да, да, да. Упражнения, чтобы легкие развивались, нужно делать для верхнего плечевого пояса, различные руками повороты, наклоны, мельницу. То есть это все пойдет. Вот у нас как раз еще в WhatsApp поступают вопросы к Артему Анатольевичу, наверное. Со скольки лет берут детей в футбол? Моему сыну 4 года. Где тренируются? У нас сейчас правила чуть-чуть изменились. Раньше брали с пяти, сейчас по стандартам. Со скольки ли она все-таки? Ну, с девяти, наверное. Вот с девяти. Вы старший тренер, должны знать федеральный стандарт. Ну, мы брали как бы с пяти, шести лет, но мы занимаемся, они никак неофициально получаются в школе. Нет, просто группы сейчас, спортивно-оздоровительные группы, потому что невозможно, там, если в 9 лет человек придет, и когда он научится играть, там, они уже играют, уже первенство области проводится. Вот, поэтому берем спортивно-оздоровительные группы, берем там 5-6 лет, то есть они уже к 9 годам, грубо говоря, они уже там… Ну, пока у нас нет такого, что… Призеры. Мы решаем эту проблему, да? Да, да. Я это знаю, еще вот во Дворце спорта есть такая академия «Гомбардир», там с трех лет, если не ошибаюсь, берут. Там же он с трех, до шести, а потом все равно приходят к нам. Ну, общую какую-то страну дают. Это ОФП просто делают они, и все, то есть ничего там такого. Выбор каждого. Алексей, как в китбоксах записаться можно? С 10 лет у нас принимают, как уже ранее сказали, справка от врача, заявление от родителей и желание ребенка. Заниматься китбоксингом. Спасибо. У нас следующий вопрос тоже в WhatsApp. Если семья многодетная, сколько будет стоить записаться на футбол, на кикбоксинг? Это все бесплатно. Бесплатно. Занятие бесплатное, да. Еще есть вопрос. В принципе, мы можем открывать и платные группы, но этот вопрос решается пока. Проблема нет, мест где заниматься, не хватает залов для маленьких, чтобы открыть платные группы. Вот тоже Артем Анатольевич вопрос. Вопрос, сколько раз в неделю тренировки в какое время? Смотря для какого возраста. Старшие 6 раз в неделю, чуть помладше ребята 5 раз, маленькие совсем, 3-4 раза в неделю. Так вот. Алексей, она тоже будет актуальна? Точно так же. От возраста зависит, от уровня подготовки спортсменов. Ну, начальная подготовка практически во всех видах идет 3 раза в неделю по 2 часа, то есть 6 часов в неделю, но некоторые тренеры все равно делают побольше дополнительных занятий, потому что мы все равно идем на результат, идем вперед. Отступать нам некуда. Такой вопрос еще поступил в WhatsApp у нас. Про бассейн. Можно ли всей семьей записаться в бассейн? Есть ли какие-то абонементы, может быть? Да, есть семейные абонементы. 5-0-9-11 телефон. Анжелика Сергеевна все расскажет. В расписании, когда можно прийти. Спасибо. Я думаю, можно уже подводить итоги нашего голосования. Зрители очень активно, я смотрю, поголосовали. Напомню вопрос. Продолжали ли вы заниматься спортом во время самоизоляции? Большинство, больше 50-57%, да, тренировались дома. Я думаю, это не может не радовать, что все-таки полевчане. Я думаю, может быть, наш смотрит не только полевчане. Занимались даже самоизоляцией, поддерживали свою форму и, думаю, может быть, хорошо встретили это трудное время и, может быть, это болезнь. Их как-то миновало. Нет, не было возможности давать 29% и вообще не занимается спортом 14%. Но, я думаю, это просто какие-то зрители случайно, может быть, переключили, увидели опросы, проголосовали. Эфир удался, я думаю, может быть, кому-то он даже стал полезным. Как поддерживать свою форму в трудных условиях, в пандемии. Надеюсь, серьезного локдауна снова не случится. И соревнования, тренировки наших спортсменов также будут продолжаться. А в заключении снова покажем новостной дайджест, с которого мы начинали выпуск. До свидания. Подписывайтесь на 11-й канал в нашем ютубе, в социальных сетях, чтобы не пропустить самое важное и интересное. До свидания. С начала года на территории Полевского произошло 77 пожаров. По сравнению с 2020-м идет рост на 17%. В результате возгораний погиб один человек. Из общего количества пожаров 55 произошло в жилом секторе, 21 в сельской местности. Общий ущерб составил 56 миллионов 616 тысяч 128 рублей. В основном причинами возгораний стали неисправная электропроводка, 27 случаев, проблемы с печным отоплением, 15 случаев. Третье место занимает поджог и неосторожное обращение с огнем по 12 случаев с начала года. В 2021-м увеличилось количество возгораний среди автомобилей, 11 пожаров. Для сравнения, в 2020-м их было всего 4. Автопарк ГИБДД Полевского пополнили четырьмя новыми патрульными автомобилями в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Инспекторы госавтоинспекции получили в распоряжение «Вест» и «Седан». Все машины оборудовали проблесковыми маячками и радиостанциями. На кузов автомобиля нанесены полицейские ливреи. На данный момент это актуальный вклад в работу ДПС. Сейчас автомобили ждут свои номера и постановки на регистрационный учет. Не позднее 1 декабря 2021 года гражданам необходимо заплатить несколько налогов в зависимости от имущества, которым они владели в 2020 году. Налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог. Налог на имущество нужно заплатить за дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи и машины места, другие объекты капитального строительства. Налог на имущество начисляется только собственником, указанным в документе о собственности на перечисленные объекты. Его размер зависит от кадастровой стоимости объекта налогообложения. Роспотребнадзор продлил действия санитарных правил по работе образовательных организаций в условиях пандемии, в том числе школ и вузов с 2022 до 2024 года. А это значит, за каждым классом в школе должен быть закреплен отдельный кабинет для обучения по всем предметам. Расписание занятий и перемен должно быть составлено так, чтобы минимизировать контакты между учащимися. В школах будут запрещены массовые мероприятия с участием разных классов или групп на указанный срок. В связи с высокой заболеваемостью новой коронавирусной инфекции и большим объемом проведения профилактических прививок и вакцинации от ковида приостанавливается проведение диспансеризации и углубленных диспансеризаций. Команда политехнического лицея «Эрудит» под названием «Радио Буря» прекрасно себя проявила в физических боях. Они участвовали в уральском турнире физиков, который уже 10 лет организуется Уральским федеральным университетом. В этом году команду лицея представляли ученики седьмых классов – Ариадна, Фомина, Данил Лапшин, Ярослав Гущинский, Евгений Епишево, руководители команды – Ольга Почичуева и Вячеслав Серебренников. Всего в турнире участвовало более 50 команд области в разных возрастных категориях. Поздравляем юных физиков и руководителей команды политехнического лицея заслуженной наградой и желаем дальнейших успехов. «Человек года» состоится. Уже собрано порядка 20 кандидатур на звание лучшего в ежегодной церемонии, которая по традиции состоится в конце года. И это далеко не финальная цифра. Кандидатуры можно предложить по телефону. Плюс 7 343 50 357 74 3 29 73. Звоните со среды по пятницу с 9 до 17 часов. Заявки принимаются до 26 ноября. Продолжение следует... Продолжение следует...